Событие, навсегда изменившее жизнь миллионов. Украинское слово, которое в одночасье вошло во все языки мира. Имя уникальному феномену – Евромайдан. Ровно год назад на главной площади страны собрались тысячи украинцев. Все началось с протестов против отказа бывшего правительства Украины подписать ассоциацию с ЕС, а закончилось избиением студентов и убийством патриотов страны, которых прозвали «Небесной сотней». Дальше было бегство Януковича и его приспешников. Сейчас в память о тех событиях вся Украина отмечает День достоинства и свободы. Как это было в Запорожье, знает Полина Спасенко. Перед обл. администрацией собрались сотни запорожцев. Как и год назад в руках у людей национальные флаги, звучит украинский гимн. О том, как все начиналось в нашем городе, вспоминают те, кто стоял у истоков Запорожского Майдана. Мы когда ехали на Майдан и зимой, люди ругались и в транспорте, и по улице. Делать им нечего, собираются, лучше работать надо. Сейчас уже так не говорят. Запорожцы признаются год назад и представить не могли, какие повороты истории ждут нашу страну. Память тех, кого сейчас называют «Небесной сотней», собравшиеся почти ли минутой молчания. Уверены, трагические события на Киевском Майдане навсегда останутся раной в душе украинского народа. Но смерти патриотов были не напрасны. Не зря все, что было. Мальчики, которые погибли. И каждый, сидящий в кресле, должен помнить, когда какой-то вдруг соблазн возникает, какие-то искушения, что эти ребята, которые сейчас лежат в холодной земле, они погибли именно за то, чтобы изменить страну. И что мы должны привыкнуть и научиться выполнять законы, уважать законы. Перемены в нашей стране видны уже сейчас, говорят запорожские майдановцы, прежде всего в людях. Объединяются. Объединяются. И стоят, ну, как бы вам сказать, за мир бороться. Люди меняются. Собственно, они даже не меняются. Они просто начинают верить в собственные силы. С другой стороны, вот власть и государство, оно как отставало от людей. Они далеки от народа. То есть они живут в каком-то своем мире, который пытается как-то вот приспособиться к реалиям, и они явно не успевали. Сейчас я как бы, к сожалению, вижу, что такой же тенденции мы наблюдаем и сейчас. Активисты не питают иллюзий. Украинцам предстоит преодолеть еще немало препятствий на пути к по-настоящему демократическому европейскому государству. И главное из них находится в Кремле, говорят майдановцы. Верят, если украинцы будут едины, так же, как и год назад, то все происки северного соседа окажутся напрасны.